друзья здравствуйте сегодня я решила так сказать в догонку снять видео перед отъездом мы уезжаем в отпуск две недели нас не будет и очень интересно было мне просматривать видео прошлого года когда мы уезжали это был 1 июня у нас был мороз минус 2 градуса а накануне я снимала в общем погода была такая тоже волновалась о своих помидорах дождливая была такая очень интересно через какое-то время просматривать свои видео и я хочу показать вам как на сегодня это у нас 27 мая выглядят томаты ну для тех кто говорил мне что томат это жируют вот посмотрите какие кисти у томата какое-то это утомленное солнце очень вкусный томат руслана духова сорт с украины вот вон весь облеплен более того я вам хочу сказать что я наделила пасынками всех кому в общем все кто пожелал у меня из знакомых и родственников близких вот очень такой плода плодовитый был и они уже укорененные и вот пасынки у меня тоже стоят на кисти вот поэтому смотрите вот листья которые они сейчас вот не очень хорошем таком виде это стрессанутые листья по-хорошему бы их надо было убрать они вот все все тяжкое до выдержали и томат не болеет потому что сверху все все нормально хорошие листы сейчас томат пойдет под налив соответственно ему нужно очень много зеленой массы потому что все что есть в листьях томаты высосут для того чтобы прокормить вот такие огромные кисти конечно будут проблемы у меня с вот с такими томатами я уже очень много оборвала он там валяются видите то есть если попка такая вот не такая красивая а прям совсем уродистая такие томаты удаляю лишиться первой кисти в который там от 5 больше томатов я как бы не могу срезать и все так заодно пройду покажу дальше да вот такие вот кисти как может быть как может хилый куст вы кормить вот такие вот кисти посмотрите помните да я вам рассказывала про секреты огромных урожаев вот это последствия капельного вернее не капельного а фитильного полива когда рассада правильно выращивалась посмотреть какие кисти им в водичке всех всего хватало никакие не сухие методы вот всего вот и такие такая кисть причем это не гибрид это сортовой томат стрелы амура вот и такая кисть она не одна завязанная раз кисть два вот три смотрите третья кисть какая тоже большая и четвертая вот 4 кисти уже на выходе 27 мая я еще раз повторяю вот и такой вот цветочек ну как обычно я прохожу извините на мою руку в кадре и не буду голословно говорить что это один да то есть вот второй тоже ну на каждом кусте урожайность будет если бог даст зашкаливающие опять как и в прошлом году а то может быть и по боли вот за счет того что у меня по-другому посадка они строчно сидят в прошлом году я сажала их шахматном порядке вот в этом году судя по цвету будет больше чем прошлом году я уже настраиваюсь и вот томат недоразумения если кто выращивал может откликнитесь напишите мне я я выращиваю первый раз томат вечерний алматы ну в моих условиях вот алифировские томаты не показывают большой урожайности то есть да они плодоносят ну да они создают вкусные плоды но там кисть по отношению к остальным томатам да то есть это не один сорта вот можно пройти это как как будет подряд вот любой возьмите вот видите какие кисти этот рост вместе со всеми но значит я оборвала здесь раз два три томата прям очень уж они махры махры были понимаю что будут уродливые оставила три томатов кисти буду наблюдать на укорененном пасынке тоже есть кисть вот ну посмотрим какая будет она это особенность сорта или это вообще принципе они не урожайные или это особенности моего выращивания вот не подходят к этим конкретным сортам условиям вот буду смотреть наблюдать вот пока этот куст для меня выпадает из алгоритма выпал из алгоритма да здесь я еще кстати да я летом говорила вам помните у меня баба тони оборвалась я ее замазала садовым варом здесь я тоже накосячила в общем почти сломала я томат замазала садовым варом ну вроде бы ничего не знаю как кисть будет как под налив пойдет выдержит или не выдержит ну вот будем смотреть экспериментировать так ну в общем я еще хочу дойти я не буду да вот рассказывать вот везде еще резюме такое помните томатики у меня были одни большие тому входа не их самые крупные сажала а в конце здесь у меня много чернозема земля была плотные и томаты они как бы под задержались и теперь смотрим вот эти задержавшиеся томаты этот сорт лос-анджелес вот обычные томаты обычные томаты посмотреть какие кисти то есть они догнали практически догнали те томаты ну разница у них смотрите раз два три кисти и четвертая в придачу конечно я в этом на следующий год если все благополучно будет я немножко поменяю всю эту реконсценировку сделаю вот и поменяю технику агротехнику точно так я иду показать вам томат под название гибридная группа для тех кто интересуется гибридами не все же не только сортовыми люди интересуются так 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 это сорта вот у меня мой красавчик гибрид называется белфорд это красный гибрид я о нем говорил он первый самый из гибридов у меня завязал и вот теперь если камера покажет посмотрите пять из пяти все все пять завязались все пять наливают вот и точно то же самое здесь вот шесть кисть или шесть томатов вот кистить томаты будут большие судя по вот этому цвет цветоножки это и на вот томаты будут огромные лить так раз два три четыре пять так это товарищи хейтеры которые мне писали о том что бла-бла я делаю да о том что невозможно так вырастить ну заради эксперимента и мы посмотрим вот сколько кистей будет в томате 27 мая 5 кистей в гибриде белфорд вот а это у меня маматара голд вот тоже гибрид цветет как не в себя ну в принципе в принципе я своим результатами своего труда я довольна и даже вот эти вот малышки малыши которые у меня на боковуха были им еще больше достается в этом году мало того что отсюда было и холодно а теперь сюда солнце все время светит я успела сколько успела сделать ничего они за ночь отходят так днем они подпекаются немножко вот на ночь я не поливаю с утра включаем полив они вроде бы за ночь такие бодрячком отходят а потом опять кукошится за день но ничего все это опыт будем прошлом году я как-то не особо обращала внимание а здесь наверное за счет того что все сердечные и вот так вот они мне очень сильно было бросаются в глаза своей своим изнеможением конечно помидоры будут вкусные но такие капризные баклажаны тронулись в рост все все свои помидоры я пристроила вся рассада тут которая у меня была остались у меня только резервные такие вот кустики когда приеду тогда уже выращу вот ну а затем все счастливо оставаться вот не теряйте меня из виду всем хороших выходных хорошего старта и всего доброго до свидания до подкормок я не провожу обработок тоже не провожу потому что идет налив и судя по всему всего хватает не забывайте про йод агро йод используйте его это очень хороший препарат и который дает и сахаристость плодам и участвует в процессе формирования кистей и завязи вот это я бы рекомендовала об этом не забывать ну за всем все всем до свидания пока